приветствую всех любителей хе бокса сегодня во вторник вечером а если быть точным то среду рано утром мы увидим еще один вечер бокса от боба ару моего промоутерской компании то пранк из серии бокс в пузыре либо поединке в пузыре именно так называется закрытое пространство конгресс холла либо если хотите ballroom комплекса mgm грант лас-вегас невада на сей раз майн-ивентом вечера бокса станет поединок уже чемпиона мира по версии wb в первом легчайшем весе эндрю малони который впервые защитит свой титул и это будет добровольная защита чемпионского титула против 12 номера рейтинга по версии wb и джошуа франко что можно сказать о эндрю малони одного из братьев близнецов во второго зовут джейсон и он свой поединок проведет уже четверг эндрю был хорошо проведена от своего профессионального дебюта в 2014 году до сегодняшнего времени если говорить что он продирался сквозь жестких соперников вырывая свое право на титул шот это будет полуправдой его очень грамотно провели через поединки с соперниками где молони был явно лучше как по качеству бокса такие по тяжеловесности своих ударов но тем не менее это помогло ему скажем так заточить зубки и отточить свое мастерство выйдя собственно говоря на отборочный поединок получив право временного обладания поясом чемпиона мира и теперь уже собственно говоря он является так сказать обыкновенным чемпионом по версии wb и что умеет делать эндрю молни ну он умеет довольно таки неплохо боксировать у него очень хорошая интуиция в понимании впрочем как и тайминг понимание когда стоит лезть в атаку когда стоит немножко обождать работает неплохо серийно причем работает по этажам очень хорошо определяет цели очень хорошо работает ну довольно таки неплохая работа но конечно же это все мы оцениваем глядя на его прошу уже проведенные поединки ну и вполне понятно что франка не является тем боксером который сможет навязать молони но очень жесткую и даже жестокую оппозицию приведя в действие алгоритм чтобы общем проспект и молодой чемпион обделся в настоящих мужских руках франка боец невысокого технического уровня если соперник бездействует джошуа забрасывает удары дистанции эти удары не очень быстрые они тяжеловесные но очень медленные видно что общем этими ударами франка хочет просто раскрыть или травмировать своего соперника под заморозить его на месте ну а потом уже войдя в инфайт скажем так спуртить серий быстрых и тяжелых ударов если же соперник франка проявляет агрессию он будет держаться разумно подальше стараясь через двойной блок войти в инфайт и собственно говоря там уже начать и наносить свои удары поэтому ни то ни другое не будет являться для молони какой-либо проблемой он отработает опять же на дистанции стараясь общем как бы жалить джебом и последующими ударами корпуса голову франка дожидаясь момента когда франка общем будет брать паузу между своими ударами либо работать между ударами франка ну и вся цель молони будет следовать тому чтобы нагрузить максимальным количеством ударом своего соперника раскрыть его замедлить ну и потом уже что называется прикладываться более конкретно это может случиться где-то в последней четверти их 12 раундового поединка то есть где-то начиная с восьмого раунда мы можем увидеть что эндрио молони начинает уже работать скажем так более серьезно и здесь все будет зависеть от того функционального состояния в котором будет находиться джоша франк и если он будет что называется в теме хорошем физическому функциональном состоянии то молони рисковать конечно же не будет это напомню его дебютный поединок в америке и презентация по сути вот боксерского бренда братьев молони эндрю и джейсона поэтому рисковать не стоит и если эндрю почувствует неуверенность то для него пройти полную дистанцию будет вполне по силам и победить единодушным решением судей однако конечно же дебютном поединке в америке конечно же эндрю хочет захочет точнее победить досрочно да еще ярким нокаутом но опять же главная победа рисковать в этом плане не стоит так что мы ожидаем что поединок будет меру зрелищным меру интригующим ну а после пересечения экватора боя будет практически полное доминирование за эндрю молони вот такой предматчевый прогноз на этот поединок благодарю вас за внимание но и остается добавить что ищите наш канал за ринг шоу в youtube подписывайтесь на него делитесь нашими видео жмите на колокольчик чтобы быть в курсе всех событий оставляйте свои комментарии и лайки ищите на социальных сетях и пабликах остановитесь нашими друзьями на фейсбук заходите на наш информационно-аналитический сайт напомню его адрес уже поменялся это the ring show . ком и конечно же пишите нам по адресу нашей электронной почты the ring show собака gmail.com ну и держите удар как в жизни так и в ринге